Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы сегодня в день Собора, Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. За богослужением читается Евангелие от Луки, глава 10, стихи 16 по 21. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Родьякона, Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, Отца Александра. Речи Господь своим учеником, слушая вас, меня слушает, и отметаясь о вас, меня отметается. Отметаясь о же меня, отметаясь о пославши гомя, возвратишися же седьмесяц радостью глаголюще. Господи и беси повинуются нам о имени Твоем. Рече же им, вели сатану, яко молнию с небесе спадша. Все даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию, и не чисо же вас вредит. О, бачи осемни, радуйтесь, яко дусь и вам повинуются. Радуйтесь же, яко имена ваша написана суть на небесе. В той час возрадоваться духом Иисус и рече. И исповедуйтеся, Отче Господи, небесей земли, яко утаил и сиял в премудрых и разумных, и открыл и си там младенцем. Ей, Отче, яко тако бысь благоволение пред Тобою. Прочитаем вместе этот отрывок в русском синодальном переводе. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам ей, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Слова, сказанные Спасителем после возвращения апостолов из проповеднического путешествия о неспадении сатаны, мы встречаем только у евангелиста Луки. Это его особое предание, которое он доносит до нас в контексте борьбы Господа с духами злобы. Давайте вспомним, что общественное служение Спасителя начинается после пребывания Иисуса Христа в пустыне. Это была личная борьба Мессии с сатаной, где Господь одержал бристательную победу. Теперь Он делегирует эту победу и Своим ученикам, подчеркивая полномочия Сына Божия, которая восходит к Небесному Отцу. В представлении Священного Писания Ветхого Завета сатана, что буквально означает «обвинитель», по-славянски «клеветник», предстает в роли главного прокурора в Небесном Совете Бога. К примеру, в книге Иова мы читаем. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана, и сказал Господь сатане, откуда ты пришел. И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее». Но действия сатаны не просто направлены на поиск тех, кто приступает по велению Божия. Он возводит клевету на людей и, более того, сам провоцирует делать то, в чем впоследствии сможет их обвинить. Преподобный Антоний Великий пишет. «Не нужно полагать, что дьявол взошел на небеса туда, откуда он пал, что он с ангелами вошел к Богу и был не иначе, как выше небесного свода. Но божество непостижимое, величайшее и необъятное везде существует и все наполняет. Из этого мы научены, что пред ним стоят и видят его не только ангелы, но и дьявол, и бесы, и люди, и скоты, и все. Ибо все обнажено и открыто пред очами его, и нет творения, которое оставалось бы перед ним невидимым», сказал святой апостол. Антиохийский собор 363 года указывает, что не было времени, когда Сына Божия не было. Он предвечен. И Спаситель сам открывает свое предвечное существование, говоря, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Основатель библейской филологии Ориген Адамант указывает, «Следовательно, дьявол был некогда светом. Замечательно, что Господь наш, который есть истина, силу своего славного пришествия сравнил также с молнией, говоря, «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». И вот несмотря на это, он в то же время сравнивает сатану с молнией и говорит, что он не спал с неба. Он сказал это с той целью, конечно, чтобы показать, что и сатана был некогда на небе и имел место между святыми, и участвовал в том свете, в котором участвуют все святые, и вследствие которого ангелы делаются ангелами света, и апостолы называются Господом Светом Мира. Таким образом, и сатана был некогда светом, и только потом совершил измену и не спал в это место, и слава его обратилась в прах, как это свойственно вообще нечестивым. Сатана стал, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, «князем мира сего, завладев жизнями посредством внушения людям противления воли Божьей, иначе сказать, совратив людское ротко страстям, которые словно змеи сплетаются в душе человека, спутывая праведные мысли и жалят, как скорпионы ядом греха, умертвляя духовную жизнь». Поэтому Спаситель и говорит, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». То есть дает всем верным своим последователям божественную силу противостоять грехам, страстям и порокам. Каждый раз, когда мы, дорогие братья и сестры, сталкиваемся с грехом в нашей жизни, мы должны помнить, что Бог не оставляет нас ни на минуту в нашей борьбе против сатаны и его прислужников-бесов. Он всегда готов прийти к нам на помощь в своей великой божественной силе, которую открывает в бесчисленном воинстве архангелов и ангелов, тех служебных духов, которые всегда стоят на стороне истины. Каждый раз, одерживаясь с помощью Божией и содействием святых ангелов победу над любым грехом, мы радуемся. Однако будем помнить, что подлинная радость христианина не в победе над бесами. Подлинная радость в завершении дела спасения в том, что имена ваши написаны на небесах, как говорит Господь, когда мы станем гражданами небесного Иерусалима, нового Царства Божьего. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok